в красном здании Министерства инновационного развития Республики Узбекистан. Также приветствую всех, кто с нами онлайн сегодня на связи в рамках этой сессии. Я очень извиняюсь за то, что мы с большим опозданием начинаем. У нас затянулась первая часть конференции, пленарное заседание, приветствие и так далее. Потому что такая серьезная конференция. Все хотят высказаться, у всех очень много инновационных идей. Хочу напомнить, что третья сессия, тема нашей сессии – трансграничное экологическое сотрудничество вокруг проблем Аральского бассейна. И у нас очень много записано выступающих сегодня в рамках этой сессии, кто хотят сделать презентацию своих проектов, своих идей. Поэтому время у нас мало, у нас всего полтора часа. Поэтому у меня большая просьба быть очень краткими, говорить по сути, концентрированно. И я думаю, что кто будет говорить более семи минут, я буду просто, извиняюсь за выражение, грубо останавливаться. Потому что желательно, чтобы все высказались. Поэтому говорить кратко, говорить по сути, самое главное, что хотели донести. А уже детали мы сможем обсудить потом в кулуарах. Поэтому давайте сразу начнем. Значит, меня зовут Вадим Соколов. Я руководитель агентства Международных фонд спасения Арала по реализации проектов в Узбекистане. Со мной сегодня будет со-модерировать эту сессию Харула Гопаров. Это заместитель спикера законодательной палаты Али Мазлис Республики Узбекистан по экологическим и водохозяйственным вопросам. Так что давайте начнем. И я хотел предоставить слово для открытия этой сессии моему уважаемому со-модератору Харула Гопарову. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 что вода и водные ресурсы являются здесь прежде всего символами жизни. И трансграничное сотрудничество при использовании водных ресурсов является гарантом стабильности и процветания в регионе. Поэтому эффективное продвижение трансграничного и экологического сотрудничества может строиться только на принципе единства. Хотелось бы также обратить ваше внимание, что состоявшимся в климатическом саммите в Глазго проблема трансграничных вод была одной из важнейших для мирового сообщества. И в этом году впервые за 26 лет был организован водный павильон усилиями четырех европейских стран и одной страны Центральной Азии. И оно было организовано в партнерстве с 27 международными организациями. Я участвовал на заключительной сессии этого павильона, и в нем говорили о необходимости включения вопросов водных проблем, связанных с изменением климата, во все темы конференции сторон. И во всех павильонах в следующем году они хотели, чтобы проблемы водного сотрудничества были озвучены. Интересен тот факт, что несмотря на амбициозность заявления, это является нынешней реальностью. Все проблемы, связанные с изменением климата, тем или иным образом соприкасаются с водными вопросами, водными проблемами. Ярким примером может быть страны Центральной Азии и наш регион. Ну и также в Глазго страны Центральной Азии в этом году, опять же, впервые за 26-летнюю историю конференции сторон, рамочный конвенцион по изменению климата, выступили как единый регион, представляющий консолидированную позицию по вопросам изменения климата. Здесь также очень важно отметить тесное сотрудничество трех региональных организаций. Международного фонда спасения, исполнительного комитета Международного фонда спасения Орала. Эмкур, секретариат Эмкур Узбекистана и региональный экологический центр в Центральной Азии показал хороший пример сотрудничества, организовав и согласовав, в первую очередь, единую позицию стран Центральной Азии и организовав павильон на конференции сторон. Павильон наш под названием «Центральная Азия. Пять стран. Один регион. Один голос» стала демонстрацией того, что страны нашего региона могут эффективно и успешно объединять усилия в совместном решении вызовов, которые ставят перед нами изменения климата. Так, в озвученном конференции сторон региональном заявлении от имени регионных стран Центральной Азии была представлена единая позиция стран региона в решении проблем, вызванных с изменением климата. В одном из сайд-ивентов павильона в Глазго рассматривалась такая важная тема, как повышение устойчивости региона Аральского моря к изменению климата посредством системного подхода и партнерства. На мероприятии обсуждались вопросы преодоления экологического кризиса при Арале, высыхания Аральского моря, и эксперты отметили масштаб экологической катастрофы при Арале, которая выходит далеко за пределы стран Центральной Азии, и ее решение требует трансграничного экологического сотрудничества. РЭЦА, в свою очередь, ведет неустанную деятельность по налаживанию трансграничного сотрудничества в распределении водных ресурсов и решении других экологических вопросов. Например, мы имеем опыт по управлению трансграничными водными ресурсами с учетом индекса BluePeace в рамках диалоговой платформы, которая позволяет определить эффективность использования водных ресурсов. Мы активно сотрудничаем с партнерами по развитию в бассейне Аральского моря, реализовывая такие проекты, как Camp OSB. Это программа по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в бассейне Аральского моря при финансовой поддержке Всемирного банка. О деталях этого проекта далее расскажет менеджер программы Ирина Бекмерзаева. Я бы хотел рассказать о спектре деятельности данного проекта, содействии устойчивости сельскохозяйственной отрасли в свете изменения климата и управления знаниями земельными ресурсами, инвестиции в сельское хозяйство, усиление потенциала сельских общин. В борьбе с опустыниванием было охвачено в рамках данного проекта 12 600 гектар сельскохозяйственных земель и 39 000 фермеров, половина из которых женщины получили микрокредиты для адаптации к изменению климата и оптимизации их хозяйств с использованием инновационных технологий. Внедрение и реализация инновационных технологий по вопросам адаптации к изменению климата является одним из значимых компонентов регионального экологического центра. Для улучшения качества метеопрогнозов в регионе было установлено более 50 автоматизированных метеорологических станций, а также поставлено в Узбекистан три передвижных лаборатории для Госкомэкологии и Узгидромета. И также значимым достижением регионального экологического центра стало членство в консультативном комитете по устойчивому развитию региона Приорали в Узбекистане. И с начала 2021 года мы участвуем на всех заседаниях рабочей группы по направлению устойчивых инвестиций. Уважаемые коллеги, позвольте уверить вас, что региональный экологический центр будет и далее вести свою деятельность в решении значимых экологических проблем зоны Приорали с привлечением всех стран Центральной Азии. И, пользуясь предоставленной возможностью, прошу принять искренние слова благодарности за вашу поддержку, за поддержку наших партнеров, национальных партнеров, партнеров по развитию в организации Павильона стран Центральной Азии на 26-й конференции сторон по изменению климата. Проект получил признание у мирового сообщества и стал открытой площадкой для проведения деловых встреч, презентаций программ и достижений каждой страны Центральной Азии в борьбе с изменением климата. И, самое главное, трибуной для озвучивания единого регионального заявления от имени правительств стран Центральной Азии и даже от имени гражданского сообщества стран Центральной Азии. Мы верим в сохранение наших дружеских контактов и с воодушевлением будем продолжать сотрудничество в дальнейшем решении наших общих глобальных задач. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Зафар. Я думаю, что наш регион всегда рассматривает региональный экологический центр как один из ведущих, так сказать, фасилитаторов, который помогает многим проектам, многим партнерам в нашем регионе. Мы сами были, я сам был многократным свидетелем, участникам многих инициатив, которые ваш центр поддерживает. Спасибо за ваши добрые слова. Я думаю, что мы наше сотрудничество будем развивать. Следующее приветственное слово я хотел бы передать одному из организаторов сегодняшней конференции, заместителю председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан Жасубеку Казбекову, для которого проблема Райского моря – это его родная, так сказать, болячка. Он родился там, поэтому Жасубеку Казбекову. Вам слово. Спасибо, Вадим Ильич. Я бы хотел кратко остановиться на истории, когда возникла идея об объявлении приориализации зоны экологической инновации и технологии. Это, во-первых, 72-я сессия Генассамблеи ООН, где наш президент показал карту высыхающего моря и призвал всемирное сообщество объединять усилия. И второе – это в 2018 году в августе в городе Туркмэмбаши на заседании учредителей глав государства МФСА Международный фонд спасения РАОН, где он выдвинул ряд инициатив, в том числе об объявлении приориализации зоны экологической инновации, а также создание трансграничных охраняемых природных территорий. То есть он тогда уже заложил основу трансграничного экологического сотрудничества как основу достижения устойчивости в регионе. После уже Харюлака говорил о создании Трастового фонда в 2018 году в ноябре. В декабре была начата полномасштабная работа на дне Аральского моря по высадке Саксаулов. И сегодня цифры достигают уже миллиона гектаров, полтора миллиона гектаров, с самовозрастанием – это около двух миллионов гектаров. И эта работа будет дальше продолжаться. И вот это конкретное действие уже на мировых таких больших событиях уже отражается, что Узбекистан предпринимает конкретные меры, идет уже дальше слог к конкретным делам. И в 2019 году, спасибо Министерству инноваций и другим ведомствам Узбекистана, мы в НУКУСе провели первую международную конференцию именно по обсуждению этой идеи о создании экологической инновации и технологии в НУКУСе. И там, я бы хотел обратить внимание, там был общий такой постулат, что сейчас речь не должна идти о сохранении самого моря. Да, море ушло, но речь должна идти о сохранении экосистем, уже сложившихся экосистем вокруг моря и создании экономических условий для поднятия уровня жизни людей. проживающих там и внедрение новых технологий, которые, например, более засухоустойчивые, более, как сказать, экологически устойчивые водопользования, ресурсосберегающие технологии, зеленые технологии и так далее. И я к чему хочу говорить, это 75-я сессия, потом 76-я сессия, когда по итогам 75-й было принято специальная резолюция. Я бы хотел тоже поздравить всех здесь участвующих специальная резолюция об объявлении про реализованную экологическую инновацию. Но я в конце хотел бы сказать, к чему сейчас мы пришли. Это уже вторая конференция. Мы должны уже сегодня говорить об условиях создания, например, хороших уровней жизни, например, населения и так далее. Мы должны говорить об стимулах финансовых, других инструментах, которые позволят нам внедрять вот эти новые технологии, новые зеленые технологии и так далее. Поэтому я бы хотел пожелать удачи нашей сессии. И вот это достижение этой цели возможно только сотрудничая с нашими соседями и быть одной силой. И я бы хотел поблагодарить тоже наших международных партнеров, ОНУСКИ структуры и другие, GIZ здесь, Фауна Флора здесь, там онлайн тоже наши партнеры, Коррект, всех-всех хотел поблагодарить и пожелать удачи. Спасибо. Спасибо большое ОСБКК. Действительно, проблемы окружающих святых невозможно решать в одиночку, потому что природа, она не знает границ. Значит, теперь мы переходим непосредственно к презентациям тех проектов и инициатив, которые уже идут, или которые только, так сказать, уже на подходе к запуску. И первое слово я хотел передать моим большим друзьям, партнерам из ПРООН. Это, значит, офис ПРООН в Узбекистане, который, если вы знаете, в 2019 году правительство Узбекистана приняло решение о создании пяти новых огромных природно-охраняемых территорий в зоне Аральского моря. И вот этот проект, который офис ПРООН запускает в ближайшее время при поддержке Глобального экологического фонда, значит, он как раз направлен на то, чтобы создать стабильные условия вот в этих новых создаваемых природно-охранных территориях и создать коридоры для того, чтобы мы могли, так сказать, обеспечить устойчивость. И я хотел предоставить слово моему большому другу Гаухар Кудайбергеновой из офиса ПРООН для краткой презентации этого проекта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, в середине октября этого года Глобальный экологический фонд одобрил проект, который был подготовлен ПРООН при поддержке Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды. Проект имеет очень длинное название, вот он на экране, появилось это название кратко, мы называем его проектом Aral Vetlands. Разработка концепции проекта началась в 2018 году и после года работы над концепцией, в конце 2019 года концепция была утверждена и принята со стороны Глобального экологического фонда и выделены средства на разработку основного проектного документа. Можно слайд перевести, наверное. Следующий слайд. Ага, спасибо большое. И в течение 2020 года команда, большая команда экспертов, международных и национальных экспертов, кстати, Вадим Ильич, он участвовал в этой команде, работала над формулированием предложения. Были проведены полевые миссии, отобраны пилотные регионы. Итак, общий бюджет проекта составляет около 3,8 миллионов долларов США, из них 3,5 миллионов – это средства ГЭФ и 270 тысяч долларов – это софинансирование ПРООН. И очень отрадно мне отметить, что со стороны национального правительства было подтверждено национальное софинансирование в размере около 60 тысяч миллионов долларов США. Целью проекта является повышение устойчивости экосистемы средств к существованию в ландшафте Низови-Амудари и бассейна Аральского моря за счет внедрения подхода нейтральной деградации земель, интегрированного землепользования и управления водными ресурсами вокруг охраняемых природных территорий. Срок реализации проекта составляет 5 лет. Я бы хотела особо отметить, что межсекторальный интегрированный подход является краевольным камнем данного проекта, поскольку, как уже отмечалось выше, не существует единого способа решения экологических проблем. Их нельзя решать в отрыве от экономических и других потребностей развития, например, без решения проблем в управлении водными, земельными и лесными ресурсами. Проекта хватит 4 пилотных района. Два из них находятся в Республике Каракопокстан. Это Мойнахский и Амударинский районы. И два находятся в Бухарской области. Это Аладский и Каракольский районы. Пожалуйста, можно перевести слайд? Следующий. Вот это здесь на карте приведены как бы целевые области проекта. На следующий можно перевести? Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. Результаты проекта в широких мазках выглядят следующим образом. Это представление или введение, скажем так, в Узбекистане, поддержка в Узбекистане внедрения концепции достижения нейтрального баланса деградации земель, в частности, в Республике Каракопокстан. Дальше. Это расширение системы охраняемых природных территорий, важных для сохранения птиц и другого уникального, как было подчеркнуто сегодня в первой половине дня, для разнообразия региона Аральского моря. Более трех миллион новых ОПТ, более трех миллион гектар новых ОПТ будут поддержаны в рамках проекта. И также будут реализованы мероприятия для повышения эффективности управления существующими охраняемыми природными территориями. Следующий большой результат – это внедрение интегрированного управления водными ресурсами согласно принципам достижения нейтрального баланса деградации земель. Этот результат будет направлен на оптимизацию управления экологическими стоками на территории около 1 миллиона гектар озер водно-болотных угодий прибрежных зон, для того, чтобы поддержать экологическую целостность региона. Большой результат – это работа с местными сообществами по внедрению безопасных для биоразнообразия методов ведения сельского хозяйства и мер по устойчивому управлению земельными ресурсами, буферных зонах ОПТ и привития новых знаний о сельском предпринимательстве. В общей сложности проект планируют охватить около 10 тысяч бенефициаров на проектной территории. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, я быстро пройдусь по компонентам, не буду на них долго останавливаться. Компонент первый, он ключевой, и ожидаемые результаты в этом компоненте очень амбициозны. Это разработка и принятие уточненных нормативов, объемов и сроков подачи воды через основные гидротехнические сооружения для того, чтобы обеспечить достаточно воды для поддержания экологической целостности водно-болотных угодий. И в рамках этого компонента планируется разработка как минимум четырех планов интегрированного управления водными ресурсами, совместимых с концепцией достижения нейтрального баланса деградации земель, учитывающие климатические особенности и обеспечивающие естественное восстановление, например, прибрежных, тугайных лесов. Компонент второй, мы его называем компонент по достижению нейтрального баланса деградации земель. Здесь он будет посвящен в основном устойчивому управлению земельными ресурсами для нейтрализации и деградации земель в целевом ландшафте. Планируется определение и оценка прогресса по НДЗ для Харкопокстана, улучшение управления пастбищами, поддержка инновационных методов восстановления земель, совместное использование лесов в прибрежных коридорах и создание новых возможностей для местного населения для получения доходов. Компонент третий, он будет работать над сохранением глобально значимого биоразнообразия бассейна Аральского моря. Речь идет, как я уже сказала, о поддержке пяти вновь созданных ОПТ на площади более чем в 3 миллиона гектар и о повышении эффективности управления существующими ОПТ за счет соблюдения и обеспечения режима ОПТ, зонирования, патрулирования, исследований и мероприятий по сохранению видов. Следующий слайд, пожалуйста, компонент 4. Он посвящен полностью международному сотрудничеству и управлению знаниями. Вот на этом компоненте 4 я, наверное, остановлюсь чуть-чуть подольше, в соответствии с тематикой нашей группы, нашей сессии, наряду с информационными и образовательными мероприятиями данный компонент будет делать вклад в укрепление потенциала Узбекистана в сотрудничество в международных экологических программах для бассейна Аральского моря. Будут создаваться условия для сотрудничества в рамках новых проектов, в том числе финансируемых многопартнерским транспорным фондом ООН по человеческой безопасности. Партнерские отношения подразумевают большой список организаций, но я подчеркну наиболее ключевые организации в рамках данного компонента. Это отраслевые министерства, это Международный фонд спасения Арала, Академия наук, партнерский транспортный фонд ООН по человеческой безопасности. Следующий слайд, пожалуйста. Если вы читали книгу ряда авторов, которая называется «Бассейн Аральского моря. Вода для устойчивого развития в Центральной Азии», там подчеркивается, что отсутствие политической воли и иерархическая культура принятия решений в странах нашего региона являются препятствиями для инклюзивного совместного управления водными ресурсами. В последние годы мы видим, к счастью, что ситуация меняется в лучшую сторону, но при этом масштабы регионального сотрудничества остаются все-таки довольно скромными. И хотя существует ряд платформ по обмену знаниями и развитию сотрудничества, поддерживаемых различными проектами, финансируемыми различными донорами, но при этом политический контекст ограничивает эффективность международной деятельности в бассейне Аральского моря. И переговоры по водным ресурсам в бассейне Аральского моря имеют сложный характер. Отсутствие консенсуса может повлиять на общую повестку дня сотрудничества в регионе. И в связи с этим правительство считает важным усиление технического потенциала для эффективного участия в региональной повестке дня по управлению водными ресурсами и развитию сотрудничества. Следующий слайд. Для того, чтобы голос Узбекистана был услышан на глобальном и региональном уровне, в рамках проекта будут изучены возможности для конструктивного участия в конкретных мероприятиях, в рамках которых программа развития ООН могла бы поддержать взаимодействие с другими региональными и международными игроками в вопросе поощрения комплексного управления водными ресурсами в качестве одного из ключевых факторов повестки дня в области цели устойчивого развития в бассейне Аральского моря. Для информационного обеспечения регионального диалога, укрепления технических знаний и потенциала представителей Узбекистана на различных региональных переговорах и встречах, организуемых Международным фондом спасения Арала, будет подготовлен ряд научно обоснованных технических докладов, коммуникационных материалов. Результаты экологической работы и доклады будут доведены до сведения стран региона в качестве основы для обсуждения и поиска общих решений проблем управления водными ресурсами в бассейне Аральского моря. Будет оказано содействие в подготовке переговоров с другими странами бассейна Аральского моря и при необходимости будет оказана поддержка при проведении международных консультаций, в разработке и согласовании решений по бассейну Аральского моря на международном уровне. Следующий слайд, пожалуйста. Дело в том, что параллельно с нашим проектом «Арал-Веттландс» велась подготовка, можно так сказать, сельстринского проекта для Туркменистана. Этот проект называется «Сохранение устойчивого управления земельными ресурсами и высокоценными экосистемами бассейна Аральского моря для получения множественных выгод». Так вот, в координации с этим проектом «ГЭФПРООН» в Туркменистане наш проект будет способствовать организации встреч руководителей из Узбекистана и Туркменистана, а также представителей Международного фонда спасения Арала и официальных лиц из министерств и государственных комитетов с полномочиями в области управления водными и земельными ресурсами в целях содействия устойчивого управления водными ресурсами в бассейне реки Амударя и для гармонизации мер управления водными и земельными ресурсами. Следующий слайд, пожалуйста. Поддержка правительства. Значит, проект внесет вклад в многосторонний диалог заинтересованных сторон по разработке программ в сфере устойчивого развития через Международный фонд спасения Арала и Многопаттнерский трастовый фонд ООН. В частности, будут организованы пять образовательных мероприятий по водной дипломатии в сотрудничестве с МФСА и экспертами регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии. По-моему, еще один слайд, последний, и я на этом завершу. Следующий слайд, пожалуйста. И также будут разработаны, как я сказала, аналитические доклады, аналитические материалы, и они будут подкреплять протоколы по региональной водной дипломатии и разработке программ управления водными ресурсами в бассейне Арайского моря. Рекомендации будут сформулированы по подходам к водной дипломатии и другим вопросам разработки региональных программ. И следующий слайд. Извините, это был предпоследний. И подразумевается еще обмен знаниями и опытом через доступные платформы. Это, прежде всего, платформы регионального экологического центра Центральной Азии, РЭЦА, через инициативу ФАО по управлению земельными ресурсами, через всемирный обзор почвы и водосберегающих подходов. Ну и также будет проведено региональное рабочее совещание на уровне Центральной Азии по принципу достижения нейтрального баланса деградации земель, который привлечет внимание большого количества экспертов со всех стран мира. И последний слайд. Спасибо. Могу вам мой контакт. Спасибо. Спасибо огромное за очень краткое представление вашего проекта. Надеемся, он, в ближайшее время, начнет свою реализацию. Мы все этого с нетерпением ожидаем. С самого начала, когда начались вопросы решения проблем Аральского моря, очень активную поддержку наши страны Центральной Азии получали со стороны Германии. Еще с советских времен Германия была одним из главных партнеров в решении экологических и водохозяйственных проблем. И в прошлом году, как раз в начале 2020 года, в Берлине состоялась конференция министров иностранных дел наших стран, где была запущена новая инициатива. И я вот вижу у нас онлайн тоже наш один из ближайших партнеров, друг нашего региона Каролина Милов. Я хотел предоставить слово Каролине для краткой презентации инициативы Германии, зеленая Центральная Азия. Каролина, вам слово. Спасибо большое, господин председатель. Ас-саляму алейкум, здравствуйте. Hello, everybody. I'm very happy to be here, even if it's only online, but I'm very happy to see my good friends in Tashkent, and I hope that very soon I can join you again. Thank you very much to the organizers for inviting me and for giving you a short overview of what we are doing and what we are planning in the Green Central Asia Initiative. I will keep it very short because I see time is running. You are quite aware of the urgent need for action that we are having in the world. Over the past 171 years, human activities have raised atmospheric concentrations of CO2 by 48% above pre-industrial levels starting in 1850. Also, we are experiencing a significant earth service warming. The last 19 years were among the hottest years since 2000. So we have to urgently do something. The German initiative of Green Central Asia follows up on the Berlin process on the water initiative and enlarges now this water initiative to climate change, environment, and security. The idea is the initiation of a dialogue on climate change and its risks for the Central Asian region. It is supposed to support conflict prevention and strengthen the trans-boundary cooperation in Central Asia on climate impacts. And it is supposed to contribute to the new EU Central Asia strategy, but also to all the UN initiatives on climate change and to the SDGs. The immediate goal is to strengthen the resilience of the states against internal and external risk factors. And the political dialogue that we are supporting is based on scientific findings and will follow up with public awareness and capacity-building measures. I think that my presentation cannot be displayed, so I'll just keep on talking. The Central Asian initiative, Green Central Asia, started in 2020 with the Berlin Conference, where a joint declaration was signed by the foreign ministers of the Central Asian states and Afghanistan. And in this joint declaration, we, yeah, the agreed, the foreign ministers agreed to elaborate together with us a joint regional action plan. And I'm very happy to announce that this joint regional action plan was endorsed in October, at the end of October, by diplomatic notes by all five Central Asian countries. So we have now a solid basis for our cooperation. In the framework of this cooperation, we are working together with the five Central Asian countries, with international stakeholders in the region, with science and civil society, and also with other German and European initiatives in Central Asia. As important partners for us is also IFAS and ICSD and other international instruments, conventions, the Paris Agreement, UNECE conventions, and others that we want to work with until March 24, until the end of this initiative. The dialogue in Green Central Asia has a three-pillar structure. The first pillar is the regional policy dialogue, which is now based on the adopted regional action plan. There will be high-level dialogues, organized conferences, and also dialogue on working levels with regional working groups. And next year, at the beginning of next year, we have three main directions of work in this dialogue. The first one is the work on a regional climate change adaptation strategy. This is not invented by us, by Green Central Asia, but here we are taking up two points in ASBP-4 created by IFAS, which was also supported by our Berlin process. This predecessor initiative, ASBP-4, actually has as a goal in 2.1.1, a regional action plan for adaptation to climate change, as well as the regional environmental program for the sustainable development development of Central Asia, which was created by ICSD, the Interstate Commission for Sustainable Development, which says development of a regional strategy for climate change adaptation, taking into account the context of Central Asian ecosystems and climate risk reduction, development of a unified regional vision, information exchange between national focal points, of the UN Framework Convention on Climate Change and other stakeholders. So with the Green Central Asia initiative, we are now supporting this idea of the five Central Asian countries and we are going to support the drafting of a joint climate change adaptation strategy or plan with our partner countries. This strategy is the main part around which the political dialogue will evolve next year, but there will also be a working group on integrated water resources management and climate change. There will also be a joint initiative on monitoring of glaciers, which was also part of the joint regional action plan. These priorities, this fits into the priorities that were determined by the partner countries. This is water and climate change, this is land management and climate change, and international environment instruments and waste management. Supported will be, this will be supported by capacity building measures that are implemented by our scientific partner organizations, the Geo Research Center of Potsdam and the Potsdam International Climate Institute, as well as the German Kazakh University. So, but our main focus will be on the regional climate change adaptation strategy and actually the envisaged benefits we have for Central Asia is fresh air, clean water, healthy soil and biodiversity, cleaner energy, longer lasting products, future-proof jobs and skills, healthy and affordable food and globally competitive and resilient industry. We hope to support with this climate change adaptation strategy. Many of you we will see next year during the consultations and I'm very much looking forward to our cooperation. and with this, I would like to end and pass on to Vadim again. Thank you very much for your attention. Karolina, thank you so much. Next floor for presentation, I would like to provide to Mr. Joseph Bull from Institute of Nature and Environmental Protection, University of Kent, Great Britain. For me, this is a new partner. So maybe I'm a little bit mistaken in the names and title. Joseph Bull, as I see you are online, so the floor is yours for a brief presentation. Thank you very much. As-salamu alaykum, dobro dien. Thank you very much for inviting me to this event today. I'm very pleased to be talking and to be listening to all these fascinating discussions. And I'm just very sorry that I cannot be there in person today. I would love to be there today. So I'm going to talk very briefly about... Well, first of all, I'm going to share my screen. I'm going to talk about a new project we have. It's just started a month or so ago and it is associated with my... Led by my institution, which is DICE at the University of Kent in the UK, funded by the UK government, but in partnership with some of our excellent ongoing collaborators in Uzbekistan, which includes the Institute of Zoology of the Academy of Sciences, the State Committee for Ecology and Environmental Protection and many other partners in Uzbekistan too. And the project is very specific, focused on Resurrection Island, on Vozrozdenya Island in the Aral Sea. And it's all focused around enterprise, conservation and industrial development. So because it only started a month ago, this project, I'm going to talk about the plans rather than presenting results today. But the project will be running for three years and it's part of ongoing initiatives and wider plans we have for working in the Aral region. So, the project, as I say, is focused around Vozrozdenya Island in the middle of the former Aral Sea. And there's many reasons why this is a special place, as many people here know. I'm sure many of you maybe even have been to Vozrozdenya Island. It's fascinating from the point of view of the wildlife there. This is clearly the well-known Saiga antelope, which is one of our flagship conservation priorities for Central Asia in general, but certainly for Karakal, Pakistan. It's also fascinating from the point of view of, for example, the geology of the region. These are the so-called dinosaur eggs, geological formations on Vozrozdenya Island, which is another example of something that's fascinating to scientists and to others alike. And then beyond that, we have interesting aspects of the island, such as the very low light pollution. So I'm not sure if the light is right in the room for you to see this, but this is an image of the night sky over Vozrozdenya Island, which is stunning because the light pollution is so incredibly low. And just the landscapes themselves are gorgeous. I have many photos of the landscapes in and around Vozrozdenya Island, but just a few examples that appeal to me, you know, the chink on the edge of the island, but also looking out over the island at different times of day is stunning. And of course, the Aral Sea itself remains a beautiful place to go and visit. So there's lots of attractions to the region. There's lots of reasons why I think Vozrozdenya and the surrounding region is interesting to potentially tourists, to scientists, to researchers, to other visitors. So the project says, essentially, this is an asset. This is a huge asset to Uzbekistan and to the world. And so how do we celebrate that and build upon that going forward as part of broad efforts, which we've heard about to conserve the Aral Sea and the surrounding regions? And so our project has three main aims. And I'm going to talk about these briefly in turn. And again, I'm mainly just going to use photos to talk about them. But the first thing of our project is to work on encouraging and supporting efforts with our partners to expand new livelihood options for people living in the region, in the Aral Sea region and beyond. And that includes particularly celebrating these natural assets that I've just talked about. Now, clearly, there's existing tourist attractions to the region. So there's the famous ships of Moinac, as we all know. There's new attractions in Moinac. There's further afield. We know about the kind of things that attract international visitors, such as the Savitsky Museum in Nookas. So there's all kinds of existing attractions. And really, there's so much opportunity to build upon this and create new livelihoods through attracting visitors, both domestic and international, to the region and putting together packages that celebrate all these different attractions. So obviously, the existing ones, as I've said, there's opportunity for new attractions built around the Aral Sea, developing the tourist infrastructure and the visitor infrastructure around the Aral Sea and the surrounding areas. And a big part of this is about expanding infrastructure, as I think we all know. So that one is, for example, when it comes to building new places for people to stay, in building new, expanding transport opportunities, providing guides, providing guides for visitors from nationally and internationally. So there's lots of opportunities for celebrating these assets and turning them into new livelihood options. But a lot of this is about supporting the development of infrastructure to enable visitors. And I include tourists as well as scientific researchers visiting them. So a lot of our project will be supporting these kind of efforts and also offering new opportunities, for example, for different packages for expeditions. So to take visitors out into the remote areas beyond the villages and into the actual Aral Sea region itself and to the island, to, for example, search for wildlife. The pictures I show here are partly to show us on a recent trip in September tracking Saiga antelope. These are Saiga antelope tracks. So we were finding new locations for the wildlife and finding places where lots of interesting wildlife were appearing. But also we were, I have a picture of our, some of our supplies that we took with us into the field there. And that's partly just because I wanted to talk about the fact we think there's great opportunities for offering expeditions with visitors to Karakal, Pakistan, but also because the celebration of Uzbek food and Karakal Pak food is such an important part of efforts to increase visitors there. So I think it's something that we really want to work on as well. Beyond infrastructure is expanding access to interesting Uzbek and Karakal Pak cuisine. So lots of opportunities, we think, under the first objective of the project to expand livelihood options in Karakal, Pakistan, particularly in the Aral Sea region. So the second aim of the project is to support efforts, ongoing efforts to create protected areas. Clearly, there's been a lot of expansion of protected areas in the Aral Sea and wider region recently, including, for example, across the Oosteo Plata. And we know that there's strategic intentions in the long term to build protected areas around Vosrejdenia Island. So really, our efforts under the project are supporting that and we're doing it with collaborators, of course, and providing the inputs that are necessary to help develop these protected areas. That includes carrying out a lot of the basic surveys through our partners with the Institute of Zoology that establish and determine the biodiversity of the region and what's there and where it is and why it's important and also mapping habitats and different habitat types across the region, which is allowing us to build up maps of new maps of the region that contain bioregion information that include existing infrastructure as well, obviously, because that's important as part of the considerations there. And so a big part of this is, again, a supporting role in helping to develop the basis necessary for eventually thinking about protected area status for Vosrejdenia Island. And it could be protected not only for wildlife, but also for historical and cultural value. Also, for example, I showed the night sky. It could potentially be protected for its value in terms of low light pollution and dark sky tourism. There's many reasons why we want to protect Vosrejdenia and the surrounding region. And as part of this, the mapping exercises we're carrying out include the development of potential zones for a protected area. Now, obviously, this is still a work in progress, but we're working with partners to start thinking about drafts for potential protected area zones. And again, this is something that we're supporting under the project rather than necessarily leading. Also, very conscious based on a number of the themes that have been discussed in the conference so far in the sessions today that clearly there's a lot of other competing land uses within the region. Competing is the wrong word. Complementary, hopefully, land uses in the region. And so, for example, here's an image of some of the maps that we've seen in the field with plans for the Vosrejdenia and surrounding regions and the plans for those. And we were conscious that, for example, not only Goscom Ecology but also Goscom Less and many others need to work together to establish the best way forward for the land use and protection in the regions around Vosrejdenia. So, as I said, there were three main aims to our project and the third is to work very closely with industrial partners. So, for example, Uscoil Gas are one of our key partners on the project but also we plan to work with others through, for example, the Asian Development Bank. We have people on the team have a long history of work or at least some history of working with the Asian Development Bank and really the work there is all about trying to establish the biodiversity impacts of industry and industrial expansion and how to mitigate those impacts. And that's something that I personally have led for over 10 years now efforts globally to mitigate the impacts, the biodiversity impacts of economic development activities. And the whole point of that is to decouple impacts on nature from economic development so that we can develop whilst at the same time mitigating losses of biodiversity. And clearly in the region around the Aral Sea, around Vosrejdenia Island, there's a lot of industrial activity, particularly extractive sector activity, which is obviously is great that there's so many economic opportunities there, but the problem comes and this is a photo from elsewhere in the Osteo Plateau when industrial activity results in the loss of habitat, when it involves impacts upon wildlife species and when it involves other environmental impacts, you know, water extraction, localized air pollution, et cetera. So the key is how do we facilitate development in a way that doesn't result in the loss of nature and impacts upon nature that are too much to bear? And working with partners, you know, there's ongoing efforts with our partners to restore habitat, for example, that is being cleared by industrial development. For example, the efforts to start replanting areas that were once cleared. This is an example of one of those areas in the Aral Sea region. And eventually, with enough inputs, you know, we would hope to think that we could return habitats that are being cleared to more natural states. This is elsewhere in the Platter. But there's a huge amount of work to be done to mitigate the impacts of economic development activities. It's not only about reducing impacts and restoring habitat that's been lost, replanting sacks, all that kind of stuff, but also it's all about working to reduce impacts upon wildlife fauna species to prevent any inadvertent impacts upon species like the saigo antelope, but many other wildlife species as well that are important in the area. And this is the third pillar of the project is working with our partners, primarily in the extractive sector and in the transport infrastructure sector to reduce the impacts they have on flora and fauna. So we have lots to do over the project. Thank you very much for your time and I have obviously some acknowledgements for people we've been interacting with for the last few months and beyond in the much longer term. Thank you for giving me the floor and I look forward to hearing the rest of the talks today. Thank you, Joseph, for your ideas and very good presentation and photos from the ground. I think that concerning the second part of your presentation, this discussion with our partners from Kazakhstan, maybe we can also address to our partners from UNDP, so maybe you can include also in your project negotiation with these natural protected zones, corridors, so maybe around this area of island Тикланиш, возрождение, да? Он как раз находится на границе с казахами, я думаю, там... Да, об этом да, скажем. So, Joseph, thank you so much. Next floor, I would like to give to our colleagues and friends, Alex, Руан, и Манишка, Демел, from University of Columbia, United States. Please, floor is yours. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Продолжение следует... 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 Владимир Ильич, я очень коротко буду выступать, только буду остановиться на основные вопросы нашей тематической сессии. Но, как бы сказано господином Казбековым, особое внимание в нашей концепции, то есть охрана окружающей среды Республики Узбекистана до 2030 года, особое внимание в концепции уделено в создании трансграничных охраняемых территорий. В центральной нации характеризуются множество границ, которые охватывают экосистему районной с высокой природной ценностью, часто разделяющих континент вдоль естественных преград, таких как горные, хребт и реки. Ограничная война часто является наиболее благоприятным в области охраны окружающей среды, особенно в сохранении биологического разнообразия. Трансграничные охраняемые территории являются межгосударственными особо охраняемыми природными территориями, осуществляющими свою деятельность на основе многосторонных и двусторонных международных договоров. Кроме того, прошу обратить внимание, трансграничные охраняемые районы могут помочь уменьшить возможные противоречия и являются силами мира в контексте политического аспекта. Истоки приграничного сотрудничества по охране природы берут в свое начало еще в начале XX века, когда в приложении протокола Кракова между правительствами Чехословакии и Польши были подписаны соглашения, предусматривающие определенные первые трансграничные охраняемые территории в Европе. Первый в мире трансграничный трансграничный биосферный заповедник был создан еще в 1992 году в Карпатах между странами Польши, Словацкой республики и Украины. Надо отметить, что в рамках Центрально-Азиатского трансграничного проекта «Джефф и Всемирная банка» по сохранению биоразобразов западных в Тенчане были попытки создания совместных трансграничных охраняемых определенных территорий государствами Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. Я думаю, после меня наше слово будет выступать Харли Сатимович и рассказать про это Владимир Юрьевич. Среди сотен охраняемых районов в регионе и сотен охраняемых территорий, находящихся непосредственно близости друг к другу, к сожалению, нет примеров трансграничного государства в контексте подсознания таких охраняемых территорий на высоком уровне. Этот пробел в Узбекистане, признавая значение трансграничного государства, предлагает заполнить путем разработки программы трансграничного государства стран Центральной Азии в контексте создания опыта такого уровня. Программа будет направлена на подширение и облегчение трансграничного государства между центрально-назначными охраняемыми территориями. Программа устанавливает также новые стандарты в области охраняемой территории, к которым все должны стремиться к этому. Также охраняемые территории должны стать сетью примеров на общей практике в области трансграничного государства. Уважаемые участники конференции, великий оратор Джим Рон говорил, что если вы работаете над поставленными целями, то эта цель будет работать на вас. Так что у нас есть цель, давайте сплоченную нашу великие цели во благо сохранения жизни на планете. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ислан Макас. Самое главное, спасибо за краткость. Я думаю, что правовая база – это основа нашей правильной работы в дальнейшем. Поэтому этому надо, конечно, уделять серьезное внимание. Следующее слово я хотел передать, вернуть назад нашим партнерам из регионального экологического центра, который с нами сегодня на связи онлайн, Ирина Бекмерзаева, менеджер регионального центра. Очень краткая информация по отчету, по программе адаптации к изменениям климата и смягчения его последствий в бассейне Аральского моря. Этот проект уже несколько лет идет, и нам будет интересно очень кратко послушать ключевые результаты. Ирина, вы на связи? Да, я на связи. Спасибо большое, уважаемый господин модератор. Подскажите, пожалуйста, вы сами будете демонстрировать экран с презентацией или мне это делать? Меня слышно, коллеги? Да, вы сами, вы сами. Хорошо. Мой экран видно? Видно, видно, спасибо. Да, и слышно, надеюсь. Спасибо. Разрешите поприветствовать всех участников международной конференции по вопросам приорали от имени проекта и регионального экологического центра Центральной Азии. Я сделаю краткую презентацию, у меня буквально 12 слайдов, и кратко пройдусь о том, что сделано в рамках этой большой программы по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в бассейне Аральского моря в разрезе Республики Узбекистан. Цель программы – это решение общих проблем и вызовов, связанных с последствиями изменения климата в странах Центральной Азии. На сегодняшний день это один из крупнейших проектов в регионе Центральной Азии, направленный на улучшение регионального доступа к информационным услугам и знаниям по вопросам изменения климата для стран Центральной Азии и по привлечению климатических инвестиций и усилению потенциала для решения проблем, связанных с изменениями климата и опасными явлениями. Основными участниками данного проекта является Всемирный банк, который финансирует этот проект через Международную Ассоциацию развития МАР. Осуществляется он под эгидой Международного фонда спасения Орала и КМФСА. И региональный экологический центр обеспечивает региональную координацию и выполняет региональные компоненты проекта. Также имеются два национальных компонента в двух странах, в Таджикистане и Узбекистане. Бюджет регионального компонента составляет 15 миллионов долларов США. Национальная деятельность в Узбекистане и Таджикистане составляла 23 миллиона долларов США. Это кредитная часть, которую страны взяли у Всемирного банка. Проект имеет семь направлений, семь компонентов. Вот здесь они отображены. Я остановлюсь на двух самых главных компонентах. Это региональная информационная платформа по климату, которая является основным итогом деятельности проекта. И твердый компонент – это модернизация систем наблюдений за погодой и климатом. Реализация проекта была с 2016 по 2021 год, но проект продлен Всемирным банком и по запросу национальных партнеров. Проект продлен еще на два года для развития региональной информационной платформы по климату, которая является основным итогом деятельности проекта, куда собрана вся информация о знаниях и продуктах проекта, и которая будет в дальнейшем реализовываться на базе регионального экологического центра. Уважаемые коллеги, на данном слайде отображены закупки, которые Рецис сделал для Узбекистана. В своей речи исполнительный директор сказал, что было закуплено. Это две мобильные экологические лаборатории для госком экологии. Установлено 50 автоматических метеостанций по всей территории Республики Узбекистан. Для Узгидромета, то есть таким образом усовершенствована система мониторинга за погодными явлениями для гидромета. И также была отремонтирована станция МОДИС в этом году, которая позволит получать снимки со спутника для более точного прогнозирования и моделирования процессов изменения климата. И в июне этого года была закуплена еще одна мобильная экологическая лаборатория и передана на баланс Узгидромета. Следующий важный компонент – это моделирование процессов изменения климата и усиления потенциала. В рамках проекта был проведен большой компонент по обучению специалистов Узгидрометов различным программам по прогнозированию. И таким образом, конкретно для специалистов Узгидрометов была проведена серия тренингов для поддержки и принятия решений. Это по мониторингу снежного покрова для усиления прогнозирования сезонной и ежемесячной водообеспеченности с помощью обработки данных МОДИС, гидрологическое моделирование резервуаров и оценка потенциала гидроэлектростанций, симуляция роста сельскохозяйственных культур, прогноз сезонной урожайности и оценка агротехнических приемов для основных культур Центральной Азии, а также прогнозы сезонной урожайности для основных культур Центральной Азии. За весь период проекта более 50 специалистов Узгидромета получили знания для применения в своей ежедневной работе и для усиления, предоставления качественной информации, климатической информации для целевых групп. Здесь я не буду долго останавливаться. В рамках проекта разработано несколько диалоговых площадок. Это разработана сеть экспертного и академического сообщества стран Центральной Азии по вопросам изменения климата. Также у нас работает сеть национальных общественных организаций пяти стран Центральной Азии, куда вошли экофорум Казахстана, климатическая сеть Кыргызстана, климатическая сеть Таджикистана, общество охраны природы Турканистана и экологическое движение Узбекистана. И хочу сказать, что вот на конференции 26-й, прошедшей в Глазгу, к ней было подготовлено региональное заявление от пяти стран Центральной Азии, как от правительства, так и от неправительственного сектора, которые были озвучены на полях конференции сторон 26. Также у нас работает диалоговая площадка представителей Министерств иностранных дел и парламентариев стран Центральной Азии. Она была создана для обсуждения вопросов изменения климата и укрепления межсекторального сотрудничества. Также на этих площадках у нас обсуждаются вопросы развития законодательства, в частности, вот Экокодекс Казахстана и Узбекистана были обсуждены на этих площадках. И уже приближаемся к завершению. Одним из основных тоже результатов проекта являются ежегодные Центрально-Азиатские конференции по изменению климата. То есть на этих конференциях обсуждаются актуальные вопросы по изменению климата для региона Центральной Азии, приглашаются международные организации, эксперты, которые предоставляют новые знания для региона Центральной Азии. И вот начиная с 2018 года, первая конференция была в Алматы проведена, 250 участников, вторая конференция уже собралась в Узбекистане и собрала вместе уже 400 участников. И в октябре 2020 года она была проведена в режиме онлайн, где участвовало 450 человек. И в этом году, опять же, была в оффлайне и онлайне проведена в Душамбе. Это такая конференция, они пользуются большим спросом, потому что на сегодняшний день таких региональных площадок по изменению климата не существует, кроме нашего проекта. Но также было сегодня рассказано исполнительным директором, что делал РЭЦа вот в Глазгу. Это был Центрально-Азиатский павильон. Впервые в истории этой конвенции за 26 лет на регион обратили внимание. То есть регион показал свой потенциал культурный, туристический, инвестиционный. Рассказал о том, что делается в странах по стратегиям и политике в области изменения климата. И было проведено 25 мероприятий, 15 региональных, 10 национальных. И все национальные делегации, которые прибыли в Глазгу, работали в рамках площадки павильона Центральной Азии. Также в рамках проекта был разработан механизм оценки климатических инвестиций, который будет использоваться и в дальнейшем. В рамках следующего проекта, это Зеленого климатического фонда, который продолжится в рамках проекта КАМФРСБ. И была разработана эта методология по оценке климатических инвестиций, в рамках которой осуществлялся мониторинг и оценка реализованных субпроектов в контексте их климатической устойчивости и распространения информации о доступных технологиях. И завершающие уже слайды, это самый главный результат, как я говорила, по итогам проекта создана Центральная Азиатская климатическая информационная платформа. Вот на слайде изображен адрес ее. В интернете все могут ознакомиться, зайти, посмотреть, что это за платформа. Вот я в выступлении про он слышала, что как раз-таки они ищут такие площадки региональные, где можно делиться знаниями. Как раз-таки лучшей площадки на сегодняшний день нет. Вы можете использовать эту платформу совершенно бесплатно. Она состоит из трех крупных компонентов. Это репозиторий знаний, где хранятся все знания, которые были получены в рамках проектов в регионе Центральной Азии. По крайней мере, мы стараемся эти знания получить и разместить их на нашей платформе. То есть проекты реализуются в регионе, заканчиваются, уходят, и вся информация пропадает в никуда. Поэтому вот в этом хранилище можно хранить все результаты у всех проектов. Также большой компонент – это геопортал, который позволяет работать с геопространственными данными. Там карты и слои можно заходить туда, прогнозировать, работать с этими картами и визуализировать там свою деятельность. И третий компонент – это электронное обучение. То есть мы сделали специальный раздел, куда мы закачиваем все обучающие курсы и призываем наших партнеров из ПРООН и других международных организаций размещать свои учебные курсы, модули на этой платформе. То есть платформа открыта для всех партнеров и ожидается вклад партнеров в пополнение информации на этой платформе. И эта платформа была разработана, хочу сказать, Международным центром сельскохозяйственных исследований ИКАРДА. Они были подрядчиками разработки этой платформы. Теперь она передана на баланс регионального экологического центра, и мы сами ее продолжаем содержать, развивать, пополнять и так далее. Основными целевыми группами этой платформы является экспертное научное сообщество, преподаватели, студенты, а также лица, принимающие решения, гражданское общество и фермеры. Информация собирается в межсекторальном разрезе, связанных с водными ресурсами, сельским хозяйством, стихийными бедствиями, вызванными изменениями климата. И последнее. Хотела сказать, что ЦАКИП, так называемая платформа информационная, какие продукты она выпускает. Прежде всего, это серия ежеквартальных информационно-аналитических публикаций с доступными всесторонним анализом различных аспектов состояния окружающей среды, изменениями климата в Центральной Азии. И различные обзоры готовим. Вот, например, последний обзор у нас был подготовлен, называется «Посвящен устойчивой энергетике Центральной Азии и зеленому восстановлению экономики региона после пандемии COVID-19». Сделан такой аналитический обзор, краткий, с цифрами, с фактами, что же происходит после COVID-19 по зеленому восстановлению в регионе Центральной Азии. И сейчас готовится второй выпуск обзора, который будет посвящен сельскому хозяйству в контексте адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. Благодарю всех за внимание и предоставим свое конкурсство в рамках... Спасибо, Ирина. Спасибо региональному экологическому центру. Я только что получил информацию от организаторов конференции, значит, нас просят в 17.00 по таскинскому времени завершить работу, поэтому у нас осталось всего 27 минут, у нас еще 5 выступающих и заключительное слово, поэтому я прошу всех последующих выступающих оптимизировать свои презентации до 5 минут. И следующее слово я хотел предоставить Алисе Аурели, ЮНЕСКО. Пожалуйста, Алиса, на связи? Спасибо. Слово вам. Спасибо. Спасибо большое. Вы можете услышать? Да, мы слышим вас. Спасибо. Thank you so much for inviting the Intergovernmental Hydrological Programme to this important event. And, well, in 5 минут, I will have the pleasure to acknowledge the great cooperation that we have with the countries in the region, and in particular on groundwater resources. As you know, until the beginning of this century, in the year 2000, there was no real knowledge about transboundary aquifers in the planet. It was due to the countries, the member states of UNESCO at the IHP Council that a new initiative was launched, the International Initiative on Shared Aquifer Resource Management. And we started cooperation hands-in-hand with all countries of the world in order to put together an inventory of transboundary aquifers. There are, up to date, inventory listed in a map of UNESCO map, more than 500 transboundary aquifers, some in the EU regions and more than 350 outside the EU regions. The regions where we are looking at, the RLC regions, is definitely a region rich of groundwater. And some of these aquifers are transboundary, shared by two or more countries. Some of these aquifers are deep aquifers that require in-depth studies and assessment. Some are related to the international rivers of the region. We have the pleasure to work, since already more than five years, with Uzbekistan and Kazakhstan in the assessment of the Pratashkent aquifer, that is shared by the two countries, with the support of the Swiss Development Cooperation Agency, and is a very successful activity. A lot of cooperations, meetings, events, on idodiplomacy, on modelling have been already organised. And the geological service of Uzbekistan and Kazakhstan are working hand-in-hand in order to prepare and to finalise a mathematical model for the aquifer. It's definitely an innovative way to look at the management, the governance and the sustainability of groundwater resources in the region. The cooperation that includes not only the hydrogeology, but also the legal, the institutional, the environmental and the climate change issues related to the management and the governance of transboundary aquifers. So this is an example now from the region that UNESCO is sharing with other regions of the world. And this is also a signal because we are also contributing to the SDG 6, so to the achievement of the Sustainable Development Goal number 6. As you know, UNESCO together with UNECE, we are the custodian of the monitoring of the Indicator 652. And one of the results, unfortunately, of the second monitoring, the report has been printed last August, is that around the world still we need to invest more and to improve the knowledge we have in many regions of the world on groundwater resources. The United Nations has then launched a new initiative, the Global Accelerator Framework for the SDG 6. And UNESCO has been requested to take lead on the Accelerator on Capacity Development. As you know, we need to prepare the new generation in order to make groundwater more visible. So next year, the UN World Water Development Report and the UN World Water Day will focus fondly on groundwater resources, making groundwater visible. Thank you so much. Thank you, Madame Aurelie, for your contribution. Our region very appreciated UNESCO for permanent and very effective support. Next word I would like to provide to Mr. Paul Schumacher from German Agency of Cooperation, GIZ. Last year started a big new project and we would like to listen from Paul. Latest news, please. Thank you very much, Vadim. Yes, I will be very short. Three minutes. I don't know if the presentation will be shown on the screen. If not, I just start to talk. Yes, as it was rightly mentioned. So my name is Paul Schumacher. I'm heading GIZ, another regional project. We already heard from my colleague, Carolina Milo, who's heading the Green Central Asia project. Our project is also a regional project, a trans-boundary project, but it focuses only on the Aral Sea region. That's why we cover Uzbekistan and Kazakhstan, covering all four oblasts. So Karakal, Pakistan, Paris in Uzbekistan, and Kizlodan, Mangestau in Kazakhstan. Our main political partner here in Uzbekistan is the Ministry of Agriculture. And in Kazakhstan, it's the Ministry of Ecology, Geology and Natural Resources. And our project is commissioned by the BMZ, by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. Yes, we started officially already last year, but due to the pandemic, it was a bit of a delay. So our official kickoff was beginning of this year, end of January. And let me quickly, the three main components of our project. Our title is quite long. In short, we are called the ECOARAL project. The title is Ecologically Oriented Regional Development in the Aral Sea Region, which is quite broad. So we can cover five different economic sectors. Agriculture sector, but also forestry sector, tourism sector. So we are quite broad here. Three main components is first one, working with the private sector, especially with SMEs. To building up their capacity on considering climate risk and also ecological aspects in their business planning. Second is using GIS and remote sensing, especially for planning processes. Here we build up the capacity of public and private sector. And we cooperate here or have on board the German Aerospace Center in our project. And the third one is, yes, the transboundary corporations of promoting exchange between Uzbekistan and Kazakhstan. Just a couple of examples where we are, latest updates, news. I will start with the forestry sector, where we supported this year two delegation trips, especially from the State Committee on Forestry from Uzbekistan to Kazakhstan in June. And also then in September, the Kazakh delegation came to Uzbekistan, especially on the topic of Saksoval deforestation. So they exchange experience. They developed a joint roadmap, also signed an MOU on further exchange on this topic. One example, second example is, we heard already today, protected area management. We are also actually in contact with Joseph Bull, who presented here, and of course also with Mr. Sherimbeto from the State Ecological Committee on this protected area management, especially with Ustuart National Park, but also this Saigachi, this cross-border protected areas. And maybe it would be also a good opportunity then to discuss an exchange with you on this project. Yes, a third example, maybe also interesting for this round, is in the agricultural sector. So we cooperate with IFMI, especially on this topic of irrigation, water use efficiency, but also with ICADA on this topic of crop diversification. And I heard already today from Professor Aladin, if I'm not mistaken, that Atimia is the new treasure of Uzbekistan. We supported this year also two missions of Professor Zorgelos from the University of Ghent to explore the potential of Atimia cultivation. And we do this in cooperation with the government of Karakal Pakistan. Maybe that's it, yeah? Thank you so much, Dr. Schumacher. And again, our countries very appreciated GIZ for permanent support and contribution to sustainability of especially Aral Sea Zone. For those who are interested in details, the project that Paul now представляет is the trans-grаничный and ecological-oriented development of the region of Preorale. There is a website, all the details you can get there. Or a contact with Paul and his team. Thank you. Thank you very much. 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 остановиться о том, что сегодня очень большая у нас имеется проблема. Одна из особенных проблем это трансграничное сотрудничество. И на этой сессии я хотел показать, насколько можно улучшить трансграничное сотрудничество на малых реках. На следующем слайде вы видите, у нас есть Ферганская долина. Долина очень имеет различных малых рек. И одна из рек, которой я хотел восстановиться, это река Шахимардан. Здесь на следующем слайде я хотел показать, что совместно с нашими друзьями, с НИЦ МКВК мы 11 лет работали по проекту Юра Фергана и там внедрили, в принципе, его. На этом слайде очень важно понять, что существует трансграничное сотрудничество на периферии и это имеется неформальное и формальное отношение. И есть возможность эти обе момента объединить. и здесь взять на вооружение вовлечение общественности, вовлечение водников, а также лиц, принимающих решения, для того, чтобы совместно создать институциональное подключение, для того, чтобы совместно управлять речными бассейнами. И вот здесь реальный пример, где швейцарское агентство поддержало создание механизма сотрудничества между двумя сторонами Шахи-Мардана, это между Кыргызстаном и Узбекистаном, где мы показали механизм институционального сотрудничества. На следующем слайде я хотел бы остановиться, что сегодня имеется очень большой запас, у нас не запас, а сила внедрения малых ГЭС. И мы сейчас также работаем совместно с Европейским Союзом, проект называется HydroPower for You, и здесь основная идея заключается в том, что у нас в центральном Азиатском регионе имеется 34,4 гигаватт потенциала, но на сегодняшний день только 0,7% в этом потенциала было использовано. И в этом проекте мы показываем, как на малых реках внедряя малых ГЭС можно улучшить совместное сотрудничество. И этот пример мы работаем сейчас по Шахимардану на следующем слайде. На следующем слайде показано, что в Шахимардане есть большой потенциал получения малых ГЭС, и тем самым до 2 мегаватт мы можем выпускать электроэнергию и улучшить сотрудничество между двумя сторонами, потому что анклав Шахимардан, это социальный проект, потому что там живут определенное число людей, и этот сейчас государство Узбекистана дает очень большой приоритет для того, чтобы улучшить ситуацию в этом Монглаве и также улучшить состояние между отношениями международных странами. Следующий слайд здесь чисто покажем, мы работаем тоже по внедрению инновационных подходов с экологической точки зрения. Вот есть такие, еще раз нажмите, есть такие решения, допустим, как трубины, которые не дают умирать рыбы. И вот такое мы будем внедрять в Шахимардане, до 2 мегаватт будем выпускать малый ГЭС, это совместно с нашим партнером с Европейским Союзом по проекту Горизонт-2020. И мы считаем, что улучшая внедрение малых ГЭС и улучшая водоучет, на следующем слайде я хотел бы показать, у нас есть сегодня решение, как улучшить водоучет, начиная с уровня фермерска до уровня бассейна. И вот эти решения мы будем внедрять для того, чтобы улучшить также трансграничное сотрудничество. На следующем слайде мы тоже работали с нашими лицами, принимающими решения, смогли внедрить стратегию Узбекистана необходимость внедрения инновационных подходов и Управление водными ресурсами. И в следующем слайде я хотел бы показать, что мы будем еще один, будем работать по Шахимардану для того, чтобы улучшить ситуацию именно бенефит-шеринг, так называемый, как получить больше-больше двумя сторонами, как малых ГЭС мы можем улучшить, может, орошение, подача воды, улучшение использования насосных станций. И в последнем сценарии это как это будет влияние на улучшение цели устойчивого развития. И я хотел бы также в праце объяснить, что ИВМИ сейчас совместно с консультацией группой сельскохозяйственного института будет запускать два программы, это Nexus Games, это будет в Арайском регионе, и вторая программа, это будет следующий слайд, будет региональная инициатива так называемая СИВАНа, это Северная и Восточная Азия, где мы будем внедрять также вопросы, связанные с внедрением диджитал инновации в сфере изменения климата, и как это воздействие будет на общий подход с хозяйственной цепочкой развития. Спасибо, Айтуре. Я хочу сказать, что в бассейнах Особенно-Ферганской долине малый ГЭС это очень хорошая инновация, но я думаю, что используя то, что вы получили доступ работать там, там есть еще одна проблема, это чрезвычайная ситуация, я думаю, что там же можно устанавливать оборудование по дистанционному предупреждению, раннему оповещению, поэтому этот компонент тоже предусмотрите, спасибо большое, так, у нас еще две презентации, значит, на связи с нами все еще РЭЦ Центральной Азии Людмила Киктенко, я предоставляю вам слово, пожалуйста, очень кратко расскажите о том, что вы делали на один из больших трансграничных объектов бассейна Амудари, Тюамуинское водохранилище, Тюамуинское ГЭС, что вы там делали, пожалуйста, краткая информация. Вадим, спасибо большое, здравствуйте, уважаемые участники, но я не буду очень много останавливаться на том, что вы делали, я, наверное, больше зайду с захода именно инновационный получается подход и то, что мы ищем именно новые какие-то механизмы для того, чтобы не только решать технические вопросы, проблемы, но и, соответственно, двигать трансграничное сотрудничество. Итак, работа была проделана на Тюямуинском гидроузле. Скажите, пожалуйста, видно слайд? Видно, видно, спасибо. Все, хорошо. Я очень долго про него рассказывать не буду, думаю, что все участники знают, что это вообще очень огромное серьезное сооружение, уникальное гидроэнергетический комплекс насчитывает в составе более 30 основных сооружений. Это его охват более 5 миллионов только прямых бенефициаров, жителей и только орошаемых земель, то есть земли, которые используют воду этого гидроузла со стороны Республики Узбекистан и Туркменистан более 1 миллиона согласно исследованию 1 миллион 204 тысячи гектар орошаемых земель. Итак, на этом объекте был проведен несколько оценочных работ, абсолютно комплексных. Это была и проведена оценка рисков и воздействия изменения климата на территорию прилегающую, и была проведена оценка уровня заеления руслового водохранилища. Вот здесь вы видите целую кучу всяких диаграмм, расчетов, просчетов, таблиц. Ну, наверное, самое главное, что было выведено из всех этих исследований, то есть доказано с математическими, с статистическими всякими цифрами о том, что емкость руслового водохранилища, она очень значительно снизилась с проектной мощности 2,340 миллионов кубических метров до 863 миллиона кубических метров по состоянию на момент измерения в 2021 году. Ну, соответственно, изменились показатели площади зеркала и располагаемые водные ресурсы. То есть по большому счету вот мы можем видеть, что объемы руслового водохранилища практически на грани, были даны несомненно экспертными рекомендации и по эксплуатационным мерам, вот вы здесь на этом слайде можете видеть, что там оптимизировать режимы работы водохранилищ, вполне физические какие-то промывки бьевов водохранилищ, физическое удаление насосов механическими средствами, что мы в рамках проекта развития Европейского Союза Nexus Dialog в Центральной Азии сейчас дальше еще делаем. В частности, вот через все исследования и дискуссии мы пытаемся перевести проблему заеления в возможность. То есть сейчас идет попытка понять, что можно делать с этим илом, который находится в этом водохранилище. Объем ила уже в принципе известен, у нас очень интересные оценочные работы, мы их буквально в течение следующих нескольких недель на сайт выложим. Пожалуйста, заходите, Понять возможности использования этого типа ила, узнать существующий мировой опыт использования ила, оценить затраты и выгоды альтернативных технических решений, выбрать наиболее приемлемый пакет решений и на базе вот этих всех пониманий подготовить инвестиционный пилотный проект, который будет включать трансграничное и государственно-частное партнерство. Естественно, это так, как инвестиционный и пилотный проект он будет подан в международный фонд или в банк развития или совместное туда и сюда и в результате, конечно же, вообще должен быть разработан и, я уверена, получено финансирование на такой новый инновационный государственно-частный проект по устойчивой очистке Туяму-Юнского гидроузла. Не разовой, а постоянной, которая приносит прибыль. Ну и, конечно же, это мой последний слайд, причем здесь подход Нексус. Ну, во-первых, потому что вся работа, она строится на межсекторальном подходе, на учете воздействия вообще и проблемы, и возможных решений на сектора воды, энергетики, продовольствия. создана трансграничная техническая рабочая группа. там у нас представители водного энергетического международного ведомств от двух стран. Туркменистан, Захистан. Нинина, нам нужно министерство инновационного разведки. Я очень хотела выступить на данной конференции. Пожалуйста, обратите внимание на данный проект. Нам вы нужны в рабочей группе, чтобы с самого начала были вовлечены, получается, и могли рекомендовать нам какие-то подходы, правильные движения. Так, комплекс оценок был сделан социально-экономического развития, влияние, изменение климата, я это уже сказала, идет поиск комплексного технического решения с учетом разных секторов, будет рассмотрен комплексный механизм финансирования, опять же, как я сказала, и совместный инвестиционный проект. Итак, вот вам Нексус в действии, и мы это прорабатываем в нашем центрально-азиатском регионе. Все, спасибо за внимание. Спасибо, Людмила, за очень емкую, краткую информацию. Я надеюсь, мы получили затравку, и обязательно зайдем на сайт регионального экологического центра, познакомимся более подробно, и я думаю, что многие заинтересуются. И последняя презентация представителя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана, мой большой друг Халила Шерембетов. кратко расскажет о тех возможностях, которые у нас в регионе есть по трансграничному экологическому сотрудничеству. Добрый день, уважаемые участники нашего совещания. Вот мне немножко облегчили работу наш друг из парламента Шламакя и Джусепс Дубекович уже рассказывает, что такое трансграничное охраняемое природное территорие и где его основу, зачем мы должны создавать охраняемое природное территорие трансграничное. Поэтому я тоже буду коротко рассказывать. В настоящий момент в мире существует 227 трансграничных охраняемых природных территорий. Вообще трансграничная охраняемая природная территория в основном создается на основании всемирного наследия по ЮНЕСКО и рамзарским водно-болотным угодием и биосферным резерватом ЮНЕСКО три направления в основном трансграничное охраняемое природное территорие создаются. Вот у нас уже наш коллега уже сказал в начале 2000-х годов реализован региональный проект сохранения вернообразия западного тянчана в рамках данного проекта были начаты первые попытки создания трансграничных охраняемых природных территорий. Но первые шаги в этом направлении сделали, но в 2016 году Республика Казахстан, Республика Узбекистан и Киргизская республика номинировали на всемирные наследия семь объектов. Три Казахстана, три Киргизии и два объекта из Узбекистана. Поэтому вот западный тянчан пошел в список всемирного наследия, природным наследием и в настоящий момент подписан меморандум в нашем стране. В карте самой южной и восточной части стрельки указаны, какие объекты входят из Казахстана, какие объекты из Узбекистана, какие объекты из Киргизии. Вот основной был подписан меморандум между правонарственными министерствами и организациями трех республик. В основании этого меморандума сейчас создан региональный комитет, который будет уполномочен решить некоторые вопросы по управлению и по охране этих трансграничных объектов всемирного наследия. Поэтому в этом направлении первые шаги уже сделаны и в дальнейшем сейчас мы будем сделать совместный план управления этих объектов и дальше будем проводить совместные мероприятия, будем совместно участвовать в международных программах и проектах. И поэтому в этом месте уже реально есть возможность в дальнейшем создать трансграничные охраняемые природные территории. Теперь что касается приорали. Мы в 2020 году создали на самом юге плата Устюрб там стрелка видно вот сам внизу национальный природный парк Южный Устюрб территория которого полтора миллиона гектара. Он соседствует с юга Капланкирским заповедником Туркменистана. А с запада недалеко от границы имеется Устюрб природный заповедник Казахстана. У нас есть реальная возможность создать трансграничные охраняемые природные территории, потому что там те животные, которые включили наши красные книги Узбекистана и красные книги Казахстана и красные книги Туркменистана все в этих охраняемых природных территориях обитаются. Самое главное, по сайгакам у нас есть даже подписанный меморандум. Поэтому в этом вопросе у нас легче создание охраняемой природной территории. Следующая возможность создания охраняемой зоны в севере востоке оранжевым цветом выделено где Джозеф Булк, который сейчас говорил на остров Возрождение. Когда наш президент в этом году был в Макусе, когда встречался с избирателями, он обещал там, что будет создаваться на 1 миллион гектаров национальный природный парк. Поэтому мы хотим вот здесь создать этот парк. И вот этот парк как раз будет тоже места обитания нашего Сайгака. Еще в севере есть у нас комплексный ландшафтный заказник Сайгачи 628 тысяч гектаров. И с казахской стороны наверху есть Барсакерметский государственный заповедник. Вот объединяя этих трех и сделая коридоры между ними можно создавать еще один трансграничный объект. И самый последний потом можно будет в самом юге в самом влезе на территории нашей Суркандаринской области у нас есть Сурканский государственный заповедник. А со стороны Туркмени Копендаринский государственный заповедник. Там тоже есть миграция наших краснокнижных даже в списке мусопа животных например Марфург передвигаются Туркмени санюшим там тоже реальная есть возможность создания охраняемых природных территорий. Но создание охраняемых трансграничных природных территорий чтобы создать его должно быть наше законодательство ближе друг к другу это раз. Во-вторых в рамках вышесказанных конвенциях если будет создаваться все государства должны быть членами этой конвенции. Кроме этого те объекты которые будем охранять те объекты которые будут мигрироваться между границами должны должны были войти в их красные книги. Поэтому некоторые такие условия есть. Мы это все условия с нашими соседями будем делать. Тогда реальные возможности в четырех местах в ваших границах создать трансграничные охранительные территории. Спасибо большое. Спасибо уважаемые участники сессии. К сожалению мы исчерпали все время оно безжалостно убегает. У нас не осталось времени на вопросы ответа к сожалению мы вынуждены закончить эту сессию. Если позволить я хотел бы еще пару минут занять ваше мнение можно включить мою презентацию. Мы много говорим о проблеме Аральского моря о том что там делается создаются природные охраняемые территории ведутся масштабные лесопосадки сегодня мы слышали. Можно вот следующий слайд значит вот в сентябре этого года единственная организация которая сегодня ведет какой-то мониторинг что там на самом деле происходит это научно-информационный центр МКВК это команда которая была создана ДХОН к сожалению его уже нет но команда до сих пор работает вот в сентябре они опубликовали информацию можно следующий слайд вот на этом слайде показано значит какую норму приняла межгосударственная водохозяйственная комиссия значит три кубокилометра которые мы должны направлять в южное приоралие для обеспечения вот нормальной водохозяйственной ситуации и вот следующий слайд значит это а это по Сардарье вот три кубокилометра это вот то что на самом деле в северное море притекает по Сардарье там практически вот благодаря Кукаральской плотине только в этом году там был дефицит все остальное время там практически стабильная водохозяйственная ситуация следующий слайд это вот южная приоралия вот как раз те водоемы которые мы там сейчас создаем следующий слайд и вот в каком состоянии по обработке космических снимков по данным НИЦ МКВК находится водоем как вы видите за последние 10 лет никакой стабильности там нету западное море ухудшается его водная поверхность уменьшается засоленость увеличивается все остальные вот восточный да центральный водоем он практически последние несколько лет исчез вот в этом году там маленькая лужа опять появилась все озера которые Судойча Мунахский залив Джинтербаз мы видим да из года в год ситуация нестабильна следующий слайд значит вот по Амударье в рамках НКВК было принято 5 кубокилометров должно сюда ежегодно как минимум притекать воды и кроме того еще 800 миллионов это санитарный так называемый выпуск для поддержки питьевого водоснабжения по системе каналов и последний слайд что там на самом нет следующий слайд и вот отсюда мы видим сколько воды за последние 15 лет сюда притекало последние 4 года практически 2 от 1 до 2 кубокилометров то есть мы 5 кубокилометров здесь последние 5 лет вообще не видели вот в этом году за вегетацию всего 500 миллионов приток воды о какой стабильности водоемов мы можем говорить поэтому пока мы не решим водохозяйственные проблемы все остальные наши упражнения к сожалению будут очень мало эффективны спасибо всем еще раз спасибо за ваши усилия я надеюсь что совместные наши усилия они нам помогут решить все проблемы спасибо правительству Узбекистана за то что министерство инновационного развития который организовал эту конференцию это еще один шанс чтобы мы могли высказаться чтобы нас услышали всем крепкого здоровья сейчас нас всех просят спуститься вниз на кофе брейк все кто онлайн также большое спасибо спасибо переводчикам которые помогали нам провести эту сессию до новых встреч спасибо спасибо спасибо